Приветствую вас, в общем-то смотрю я, коллеги вам уже ответили, вот, и все ответили, в общем, в одном ключе, да, что вы строите с ним отношения по принципу родителей ребенка, да, то есть вы ему помогаете, он перед вами испытывает неловкость какую-то, да, ему дискомфортно немного, вот, возможно, даже стыдно, не по себе из-за того, что вы ему помогаете, вот, ну и, в общем, соответственно, это и может, на самом деле являться одним из оснований того, почему мужчина не идет с вами на контакт, ибо дело все в том, что он чувствует, что обязан вам, а если он чувствует, что он вам обязан, значит, он не свободен, а если он не свободен, то, соответственно, вряд ли он может как-то хотеть быть с вами в отношениях, ну, опять же, именно вот в таких, которые именно вам, вероятно, нужны, вот, там, потому что то, что вы ему помогаете, то, что вы решаете его проблемы, объективно, ему уверенности не добавляют, не добавляют, это значит, что мужчиной с вами он себя не чувствует, ну, так, как ему, вероятно, этого бы хотелось, например, вот. То есть здесь, конечно, есть тонкости, здесь, конечно, есть нюансы, здесь, конечно, есть определенные варианты, и вот давайте попробуем с вами, наверное, эти варианты и рассмотреть, потому что, как бы, ну, вам коллеги, в принципе, в общем-то написали по существу, по существу, да, то есть они вот со своей профессиональной точки зрения, они, конечно, возможно, и правы, но давайте подумаем так, вам, вот вам самой, какой мужчина рядом нужен с вами, чтобы вот он был вам самой, какой мужчине нужен, какого мужчину вы хотели, хотели бы видеть рядом с тобой? Вот такого, да, который, как бы, принимает вашу заботу о нем, да, проблемы, которые вы решаете, которые от вас зависят, Такого мужчину вы хотите себе? Понимаете, если да, если да, то в этом, на мой взгляд, надеюсь, мои коллеги меня простят, нет ничего плохого в этом. Ну, хотите вы себе такого мужчину, ну, окей, вам так комфортно, ну, окей, вы привыкли, у вас есть, у вас такая вот модель поведения, у вас такая модель женского поведения, ну, хорошо, без проблем, никаких проблем с этим нет, правда. Ну, нужно, чтобы мужчина это устраивало, знаете, мало, мало того, чтобы этого хотели только вы, мало. Нужно, чтобы еще мужчина этого хотел тоже, а вот. А мужчина ваш, он, судя по всему, этого не хочет. То есть, ему, видимо, все-таки некомфортно из-за того, что вы ему помогаете. Ну, некомфортно ему из-за того, что вы для него все делаете, видимо. Ну, так вот, по крайней мере, вытекает из вашего текста. И именно поэтому он держится на расстоянии. То есть, вы хотите, чтобы мужчина был у вас такой, вы хотите, чтобы мужчина был у вас вот такой, да, чтобы он был с вами, чтобы он находился с вами вот в такой вот модели отношений. А его такая модель отношений, видимо, немножечко напрягается. Потому что он постоянно чувствует себя должным. И не может, значит, чувствовать себя свободным. Понимаете? И момент здесь, он такой, что либо вы принимаете тот факт, что мужчина не готов быть с вами тем, кем вы его хотите видеть. Ну, просто вот не готов. Просто не готов. Вот. Либо вы стараетесь ему дать именно то, что нужно. То, что ему нужно. То есть, вот, стараетесь дать ему почувствовать себя мужчиной. А для этого нужно сначала понять, а вообще, вот, что ему может дать почувствовать себя мужчиной-то. Вообще, а как, в какой форме он себя чувствует мужчиной? Понимаете? Какой момент. И вот, если вы, вот, если вы заинтересованы именно в нем, если вы хотите, чтобы именно, чтобы именно этот человек был счастлив, да, если вы преследуете не свои цели, да, например, например, если вы руководствуете не своими желаниями, не своим счастьем, а вот реально у вас любовь к этому человеку, вы хотите, чтобы у него все было здорово, то дайте ему возможность почувствовать себя мужчиной. Главное. Понимаете? И тогда, и тогда, я более чем уверен, что он с вами сблизится куда быстрее. Пока ему с вами не дает сближаться ваш формат отношений. Пока что. Это ему мешает. Это ему, это его останавливает. Вот. Как, как бы. И если вам хочется, чтобы этого не было, то, соответственно, это нужно исключить. И если вы менять свое поведение не готовы, такое, в общем-то, тоже может быть, ну, может быть, да, что вы не готовы менять свое поведение, отношения к нему. Тогда можно уже говорить о том, что это не совсем любовь, а это потребность. Потребность в чем-то, ну, например, в комфортном для себя состоянии, допустим, в удобном для себя состоянии, в, может быть, привычном для себя состоянии. Вот. И в таком случае уже можно говорить о том, что любви, как таковой, у вас может и не быть. к нему именно любви, может не быть. То есть, может быть, у вас к нему потребность, зависимость, там, потребность на, может быть, вот, как бы, сфера. Но ни в коем случае не любовь. Потому что любовь, это, как бы, во-первых, безусловное предпринятие человека, да, во-первых. А во-вторых, любовь, это желание сделать человека счастливым. Вот. вот это то, что я могу вам сказать, да. Думаю, что добавить больше нечего, кроме, наверное, только ответов на ваши вопросы, да. Вот. Значит, есть ли шансы на продолжение отношений в горизонтальной плоскости, значит, и переход отношений в разряд любовных? Да, есть, если мужчина только, значит, ну, если мужчина устраивает ваши, как бы, ваши поведенческие модели. Если мужчине нравится, например, как вы себя ведете. Вот. А вот в этом случае, как бы, да. Вот. В остальном, во всех других случаях, нет. Потому что мужчину вы таким образом просто принижаете. Вот. Или мне что-то другое делать? Что-то другое делать, чтобы что? То есть, для чего? Чтобы быть с ним? Если быть с ним, то да, вам надо что-то другое делать по отношению к нему. Если быть счастливой самой, то делать что-то другое не обязательно, просто нужно, может быть, другого мужчину. Да. Но не делать что-то именно, именно другое для того, чтобы быть счастливой вам. потому что если вы знаете, что вам нужно для счастья, то я полагаю, что другое вас счастливой не сделает. То есть, опять же, для чего? То есть, делать что-либо для чего? Какая цель? Вот. И уже от этого исходить. Я люблю его, пишите вы, он мне нужен. Но, то, что вы его любите, я вам, в принципе, сказал, да, как можно рассматривать то, что вы его любите. И именно любовь. Вот. Это я вам сказал. То, что он вам нужен, но вот здесь каждая ситуация довольно интересная. Потому что нужен, нужен, это уже вы говорите о себе. То есть, если нужен, то а для чего нужен? Если нужен. Если нужен, а зачем нужен? Если нужен, а нужен, чтобы что? для чего? Знаете? Какой момент, какой момент. И вот, и вот, так, в принципе, во всем, на самом деле. Так, в принципе, во всем, что касается нужности. То есть, если нужен, то для чего? Именно вам, ведь он же вам нужен. Значит, что? Вы с ним связываете какие-то свои желания. Вот. И вопрос вам, собственно, что это за желания такие, и почему именно через него вы хотите это желание реализовать. Вот. Надо об этом подумать. Надо это проанализировать. Надо иметь это в виду. Да, конечно. Безусловно. иначе вы запутаетесь. Вы вообще для чего это делаете? Для него или для кого даже лучше? Вы это делаете для кого? Для него или для себя? Это для него такая, для него нужно делать в такой форме, чтобы ему было хорошо. а если вы делаете для себя, то опять же момент, если вы делаете для себя, то почему с ним именно? То есть, ну, если вам нужно для себя, то возьмите того, кто реально может вам предоставить то, что нужно и все. Вот. То есть, пока вам нужно данное противоречие постараться разрешить для себя. И там дальше в принципе все будет понятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вас поставят дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. отменяйте , отменяйте на зону, отменяйте подняйте на зону. Продолжение следует...